Здравствуйте! На телеканале НИСИ программа «Итоги» в студии Ян Ермешов. В начале коротко о главных темах выпуска. В Красноярске запущено движение по Николаевскому проспекту. Так будет называться улица Волочаевская. Эта развязка должна полностью изменить схему движения в городе и снизить количество пробок. Как оценивают новую улицу эксперты и водители? Меньше месяца до запуска реформы по обращению с бытовыми отходами. Эта тема стала одной из главных на прошедшем в Красноярске городском форуме. С экспертом в студии обсуждаем, зачем нужна мусорная реформа, сколько будем платить и за что. На сайте «Имена России» завершился выбор имен, которые будут присвоены аэропортам страны. Какие имена могут дать воздушным гаваням Красноярска и Норильска? Когда будут финальные результаты? И кто сможет повлиять на окончательное решение? Это наконец-то произошло. Событие не городского, краевого масштаба. В пятницу в Красноярске открыли движение по Николаевскому проспекту. Так теперь будет называться улица Волочаевская, новую развязку, на которой строили два года. Теперь и четвертый, или иначе Николаевский мост, заработает на полную катушку. Попасть из Октябрьского района в Свердловский отныне дело нескольких минут. Но что необходимо сказать? Когда перерезали ленточку и запустили по новому проспекту первую вереницу автомобилей, это не просто открыли новую улицу, а кардинально изменили транспортную систему города. Развязка из Николаевских моста и проспекта замкнула транспортное кольцо Красноярска. Сколько души, сколько сердца, сколько нервов вложено в эту магистраль. Поскольку речь идет не только об объемах асфальта, но и о многих социальных сложных вопросах, которые пришлось решать по-разному индивидуально с жителями. И вы ведь на протяжении этих лет были свидетелями и коллизий, и радости, и проблем. Но новое все-таки идет через старое, и это внушает серьезный оптимизм. Это объект красноярский, объект для красноярцев, которым они будут пользоваться с удовольствием. Потому что таких современных объектов мы принимаем наше историческое наследие, которое в том числе нас сдерживает в транспортном развитии. И вот этот объект расшивает очень многие вопросы. Поэтому это по-настоящему объект 21 века. Понятно, что еще будут заканчивать работы по благоустройству. Главное, улица уже работает. А что же ждет нас дальше? Как новый проспект повлияет на дорожную ситуацию в городе? И какие еще развязки в районе Николаевского проспекта могут появиться? Об этом в нашем сюжете. Намного срезали путь. Мы вот сейчас едем на данный момент в Академгородок. То есть не надо нам обязательно здесь, сразу проезжаем. Быстрее, намного быстрее. В институт на УСУ, на свободный. Вот теперь для вас сокращение пути вообще. Что оно значит? Больше, чем в два раза быстрее. Ну, это намного удобнее, чем через центр Крюк делать. Действительно, с правого берега до улицы Копылова, через Николаевский мост и новую развязку – самый короткий путь. Движение по переправе сейчас заметно оживилось, ведь теперь она напрямую связывает Свердловский район Красноярска с Октябрьским и Железнодорожным. Часть водителей верят, что плотность пробок на дорогах снизится. Проще станет. То есть освободится, наверное, КПО-то немножко. То есть свободней будет. Это не разгрузит, это точно. Потому что может только разгрузит вот это место здесь вот. А там будут многие стараться ездить по тем же, как и ездили. Очень ждем, очень ждем. Ну, я на самом деле смотрю, и мне кажется, что очень мало полос. Впрочем, эксперты говорят, что эта развязка, безусловно, разгрузит проспект Свободный, даст вздохнуть Копылова, конечно, немного освободит коммунальный мост и центральные улицы Красноярска. Однако вряд ли изменит ситуацию, например, на правобережье, на проспекте Красноярский рабочий и Симофорный. А кроме того, добавит хлопот на улице Дубровинского. Облегчение на одних участках создают проблемы на других участках. То есть пробки, как мухи, мы с одного места их сгоняем, они на другое место усаживаются. Потоки еще некоторое время, в течение месяца, полутора месяца, будут перенастраиваться. И после этого они стабилизируются, и уже мы можем через пару месяцев посмотреть, каким образом и где мы получили эффект, а где у нас возникли дополнительные проблемы. Кстати, перед открытием движения по новой развязке магистраль получила новое название – Николаевский проспект. Этот объект – гордость не только города, но и всего края. Таких масштабных дорожных проектов последние десятилетия не было. Почти два года шла стройка, сумма инвестиций гигантская – больше трех миллиардов рублей. В итоге шесть полос для движения, общей протяженностью больше восьми тысяч погонных метров. Пропускная способность транспортной развязки – шесть тысяч автомобилей в час. В перспективе Николаевский проспект и мост будут обрастать новыми развязками. Во второй очереди проекта уже есть так называемые дорожные калачи в районе улицы Байкицкой. С Академгородка проехали, не заезжая практически в город, ты по этому калачу выезжаешь сразу на четвертый мост фактически. Вот эти, они бы в составе второй очереди. Но когда это будет финансироваться, пока сказать трудно. Если на будущий год будет финансироваться, мы в принципе готовы в течение, ну, года, полутора лет и эти калачи закончить. В Краевом управлении дорог подтверждают, что это только начало большого транспортного проекта. И делятся планами. Есть уже разработана проектная документация на выход в микрорайон Пашинный. Тоже в планах по городу Красноярску это стоит. Ну, сейчас по годам вас не сориентирую, но объект тоже будет реализован в ближайшее время. Еще одна развязка в планах – это на улице Пастеровской. Там тоже планируется четырехполосная магистраль с путепроводом, чтобы в одном уровне исключить движение. Ну, это все перспектива. Оценить новую дорогу вскоре смогут и те, кто передвигается по городу на общественном транспорте. По бывшей Волочаевской и четвертому мосту запустят автобусы. Городские власти восстановят 31 маршрут, выйдет на линию 34А. Он будет ходить от поселка Таймыр до ХМЗ. Своё боевое крещение «Транспортная развязка» пройдет в марте 2019 года. Ведь она соединяет деревню Универсиады с фан-парком «Бобровый лог», в котором пройдут соревнования по горнолыжному спорту. И платинум ареной Красноярск, где состоятся церемонии открытия и закрытия студенческих игр. Итак, эксперты сказали, что Николаевский проспект – это будет удобно, это быстро. Но наш специальный корреспондент Татьяна Потанина решила все же проверить на практике. Она проехала с левого берега направо по старому и по новому. Вот сейчас мы и увидим быстрее через Николаевский проспект, как все говорят, или нет. Поехали. Итак, наш эксперимент начинается сегодня четверг. Развязка на улице Волочаевской еще не открыта. Мы находимся на улице Высотной рядом со зданием гордыка. Наша задача – добраться до правого берега. Будем двигаться традиционным маршрутом, который сейчас доступен водителям. Поедем по улице Копылова, затем через центр и через коммунальный мост. Посмотрим, сколько займет это времени. В окно видно ту самую развязку, по которой мы завтра проедем. Мы едем со скоростью, которая допустима в городе. Сильно не гоним, но примерно 60 км в час и едем. Здесь больше и не разгонишься, на самом деле. Сейчас по Копылово, я думала, что нам повезло. Достаточно быстро спустились мы. Но скорость движения уже, конечно, упала. И машины собираются в конце улицы перед въездом в центр. Это традиционная история. Тут пробка и заторы, даже в полудельное время. Здесь нас немного притормозил, конечно, светофор. Куда же без них. А так пока все очень даже ровно и комфортно, я бы даже сказала. Плюс того, как мы сейчас двигаемся, этот маршрут мне знаком. Я знаю, куда поворачивать, где нужно перестроиться вовремя. Финишная прямая. Мы на кольце предмостной площади. И будет конечная точка нашего маршрута. Итак, друзья, сегодня пятница. На часах 12 часов 4 минуты. Буквально несколько минут назад открыли новую развязку. И мы на высотной снова, чтобы завершить наш эксперимент. Протестируем новую дорогу на правый берег. Главный вопрос, конечно, сразу ли автомобилисты разберутся в новой схеме движения. Ну вот по указателю, если честно, я не увидела. Наверное, как-то должны люди сориентироваться. Хотя на полосах движения есть стрелки, что вот, мол, здесь поворот. Довольно свободно. Это неудивительно, конечно. Мне кажется, все сегодня просто едут протестировать, посмотреть, как и что здесь работает. Красавец. Просто пешеходный переход над земной. Ну, вот, надо сказать, стыки вот эти вот чувствуются на дороге. Достаточно быстро мы преодолели этот участок. Время 12-12. То есть мы потратили 8 минут всего лишь, чтобы попасть на Свердловск. Здесь, на самом деле, мы едем практически без остановок. Ни на одном светофоре даже не остановились. Приближаемся к предмотной площади. По мне, так очень быстро. Но сейчас на цифры сориентируемся, посмотрим на время. Ну что ж, путь от Гордыка через новую развязку на Волочайской до предмостной площади занял всего 15 минут. При этом длина маршрута 11 километров. Мы практически не стояли на светофорах, и скорость движения была чуть-чуть выше, чем 60 километров в час. А мне вчера, чтобы добраться слева на правый берег, но уже через центр города, понадобилось 25 минут. Немного постояли в пробке на Копылово, подзастряли на светофорах, и маршрут при этом составлял немного меньше – 8,5 километров. Стоит учитывать, что эксперимент мы проводили днем, когда трафик на дорогах чуть-чуть ниже. Но если вы поедете в утренний или вечерний час пик, ситуация может быть немного иная. Но мне понравилось, и вы протестируете новую дорогу на Волочайской. Я, кстати, тоже уже проехал по Николаевскому проспекту. Все хорошо, но придется еще поразбираться и в знаках, и в поворотах, и в перестроениях. Ну а далее выпуски. Мусорная реформа вступит в действие меньше, чем через месяц. У нас в студии будет московский гость, эксперт в этой области, с которым мы попытаемся разобраться, зачем она нужна, сколько примерно мы будем платить, и самое главное – за что мы будем отдавать деньги. Об этом во второй части программы. На этой неделе Енисейскую Сибирь обсудили на совещании президента России Владимира Путина с членами федерального правительства. Первый вице-премьер Антон Силуанов отметил этот проект как один из самых значимых для экономики страны и перспективных для привлечения инвестиций. А то, что интересы страны бизнеса есть, это очевидно. В начале пути в составе Енисейской Сибири было 7 проектов стоимостью около 500 миллиардов рублей. Сегодня их уже 34. Общей финансовой емкости почти 2 триллиона. Крупный проект, также мы будем сопровождать, называется Енисейская Сибирь. Здесь предусматривается реализация проекта в сфере металлургического производства, добычи полезных ископаемых, транспортная энергетическая инфраструктура. В первую очередь этот проект будет реализовываться в Красноярском крае, республике Тывех, Акасии. Из крупных инвесторов это Русал, Роснефть, Суэк и ряд других. Инициатор этого масштабного проекта губернатор Александр Ус. В основе идеи Енисейской Сибири объединение экономического потенциала сразу трех сибирских регионов. Красноярского края, республика Акасия и Тыва. В правительстве страны заинтересованы в успешной реализации этого проекта. Уже были высказаны планы федеральных властей организовать по примеру Енисейской Сибири экономические макрорегионы по всей стране. Эксперты подчеркивают, за очень короткий срок проект Енисейской Сибири из регионального перешел в статус федерального под патронажем правительства и президента России. Александр Ус показал себя в очередной раз как очень сильный региональный лоббист, умеющий бороться за интересы края на федеральном уровне. И недаром он практически с самого начала своего прихода на пост главы Красноярского края, московские вот эти направления сделал в числе приоритетных. Что это может означать? Ну это может означать очень простую вещь. Если те проекты, которые будут заявлены в институционной программе Енисейская Сибирь, получат одобрение на федеральном уровне, то мы можем рассчитывать и определенные финансовые гарантии со стороны федерального центра и на всяческую поддержку. И к другим темам. В среду и четверг в Красноярске прошел городской форум. 14-й по счету. На этот раз на нем обсуждали транспортную систему, тарифы на передвижение по городу. Говорили об общественных пространствах и уникальном образе Красноярска. Как он должен строиться, из чего. В гостях были эксперты из других регионов, из столицы и даже из-за рубежа. Интервью с некоторыми из них по транспортной реформе городской среде выходили в эфир на нашем телеканале. Сейчас их можно посмотреть на сайте Енисей.ТВ в разделе программы интервью. Ну и конечно же на городском форуме обсуждали то, что касается всех нас с вами и не только жителей Красноярска, жителей всей страны и маленьких городов и поселений. Это, как мы ее называем, мусорная реформа, которая должна вступить в действие с 1 января 2019 года. Были обсуждены многие вопросы. Вот сегодня у нас в гостях эксперт, который приехал к нам, Руслан Губайдулин, исполнительный директор Ассоциации операторов по обращению с отходами «Чистая страна». Руслан, здравствуйте. Здравствуйте, Ян. Знаете, вопрос, который очень хочется понять. Вот эта реформа, что от нее получит, какую пользу от нее получит обычный человек? По-простому. В России кончилась земля под то безответственное обращение с отходами, которое у нас было. Причем Япония закончила это в 60-70-х годах, Европа в 80-х. Америка в 2011 году подобный закон приняла. Мы же в 2014 году появился 458-й закон, в котором было дано поручение в том, чтобы запустить эту реформу. Какую цель и смысл, возвращаясь к вашему вопросу, правительство ставило перед собой? Во-первых, вывести рынок из серой зоны. Каким он есть? Рекоператоры абсолютно белой компании, которые на конкурсе отбираются уполномоченным органам, в вашем случае это Министерство природных ресурсов Красноярского края, которые платят налоги, которые работают в белую, которые платят за негативное воздействие, полностью проводят конкурсные процедуры по выбору ввозящих компаний, объектов. Второй базовый сдвиг, такой тектонический, что произошел, услуга по обращению с ТКО стала коммунальной. Раньше она была жилищной. И плата за содержание ремонта жилья, в той квитанции мы платим управляющей компанией, там мусорные эти деньги, как вы их называете, мусорные, они там были растворены в очень небольшой сумме. То есть вся наша плата за коммунальные жилищные услуги, там 2-3% это те деньги, которые мы сейчас платим за обращение с отходами. 2-3%. То есть если у вас плата составляет, там, образом, 3 тысячи рублей в месяц, то там 90 рублей это те деньги, которые ваша вся квартира платит за обращение с отходами. Это, конечно, деньги абсолютно не те, которые нужны на то, чтобы у нас появились... То есть, если я правильно понимаю и делаю вывод, плата для меня возрастет? Мы, в принципе, считаем там 100 рублей с человека в месяц, это как раз та сумма средняя, скажем так, по стране, на которую, в принципе, сейчас на первом этапе выходят. Это во сколько раз больше, чем сейчас? Опять же, с какой базы считать? Если мы считаем с... Ну, в среднем. Вот есть какие-то районы, вот регионы в стране, вы же много общаетесь со своим императором? Где уже понятно? Вот раньше люди платили здесь... Раньше люди не платили, Ян. У нас ряд территорий в стране, которые исторически за мусор не платили никогда. Сельские поселения, в каждом регионе Российской Федерации такие территории есть. Сельские поселения, деревни, за мусор в жизни никто не платил. Там не было управляющих компаний. Платили за воду, за газ, мусора нет. И в конце каждой деревни всегда была замечательная свалочка, куда органика свалилась. А теперь, конечно, у нас, во-первых, два процесса запускаются. Национальный проект «Экология», наш проект, с 1-го 19-го года начинает работать. Там целое направление тоже наставляется, кстати, чистая страна, по рекультивации накопленного ущерба. То есть все, что до 1-го ряда 2018 года, какие свалки образовываются, федеральные деньги на это будут направляться. Второе направление помощи, как федерация помогает регионам, это деньги на создание объектов по сортировке, по обработке. Потому что не всегда у нас, вы правильно акцентируете, как СМИ, у нас не сильно богатое население. И создание объектов по сортировке – это необходимый элемент по качественному обращению с отходами. Или объектов по созданию правильных полигонов современных. Почему-то реформа пошла, потому что деньги до туда не доходили. Не мог бизнес создать нормальный объект размещения, потому что денег хватало только на то, чтобы забрать и вывалить в лес. Сейчас, чтобы инвестиции пришли и вложились в современный полигон, в современную сортировку, бизнесу нужны гарантии, что деньги до него дойдут через рекоператор, что объем до него доедет. Ни один бизнес, который вкладывается в объекты размещения, если не будет гарантии потока денежного такого, он не будет вкладываться в экологию. Он построит еще один торговый центр, понимаете? И никогда не сможет конкурировать бизнес белый, строя нормальный современный полигон, с черным бизнесом, который вываливает это в лес. Вот за что я буду платить, правда, честно будем говорить, больше? Я согласен платить больше за какие-то конкретные вещи, что принесет мне пользу. Я не согласен платить за воздух. За что? Вот за что я буду платить, пусть больше, но это принесет мне пользу? Комплекс услуга по обращению в стыководство включает в себя базовые вещи. Это сбор, транспортирование, обработка, сортировка, утилизация, захоронение. Весь комплексный момент. Кроме того, задача, которую ставит субъект и федеральный центр перед реформой, это сокращение полигонного захоронения. Мы больше не можем поплодить свалки, о чем я сказал. То есть свалок станет меньше? Конечно. Это первое. Раз. Второе. Количество вторичных материальных ресурсов, возвращаемых в оборот, станет больше. Два. Но кроме платы, коллеги, я говорю, что на нас, как на мусорообразователей, и вы, и я мусорообразователь, мы генерим, между прочим, вы понимали, мы генерим по 500 килограмм твердого коммунального отхода в год. И вы, и я. А семья у нас из четырех человек, это две тонны. Мы с вами создаем отходы в год, которые куда-то должны поехать. Понимаете? Да. Поэтому у нас тоже появятся некие обязанности. Не только обязательно платить, не только. Сортировать мусор? И у вас есть такое право. Обязанности пока нет, а право есть. Это очень, ну, мы позитивно оцениваем. Раздельный сбор. Да. Вот здесь вопросов еще больше, чем к самой реформе, потому что у вас сколько дома ведет мусорное? Одно. Одно, да? Конечно. А должно быть тогда? Два. Почему два? Сейчас наиболее эффективная система, это так называемая дуальная система. Первая, это пищевые, другое, все, что можно переработать. Задача сейчас раздельного сбора и работы с гражданами в том, чтобы биологию отделить от пластика, от бумаги. Не потому что загрязняет биология, пахнет биология, гниет биология. Фильтрат, который от нее идет, попадает, если это не на полигоне, который всем экологическим тренером удовлетворяет, а если это лежит где-то возле реки и попадает все это, портит нашу природу, портит наш воздух и нашу воду. Я хочу резюмировать, что вся цель этой реформы сделать так, чтобы полигоны, которые у нас сейчас есть, они стали меньше, чтобы они были полностью под контролем, чтобы убрать все стихийные свалки, а все, что можно переработать, шло на предприятие перерабатывающее, в пользование и так далее. Все верно. Сколько лет нам понадобится, чтобы все это выстроить? В Европе на это ушло 30 лет. А мы сейчас за три года, с 2014-2015 года, сделали уже более половины пути прошлой России. Спасибо за разъяснение. Руслан Губайдулин, директор Ассоциации операторов по обращению с отходами, был в гостях у итогов. Меньше чем через месяц мы и начнем оценивать, сколько от той идеальной картины, которая была здесь нарисована, останется в реальности. Ну и останется ли вообще? Ну а далее в программе, какие имена могут получить аэропорты Красноярска и Норильска, и интрига недели, кто победил в матче Енисей-Ахмат, футбол или все же Мороз? Об этом после рекламы. Итак, все. Стоп. Голосование завершено. В пятницу на сайте имена России можно было в последний раз отдать свой голос за имя, которое будет носить тот или иной аэропорт нашей страны. У нас в крае таких аэропортов, которые сменят свои названия, два в Красноярске и Норильске. На севере интриги практически не было. Половина проголосовавших высказала, что аэропорт Норильска должен носить имя исследователя Арктики Николая Урванцева. А вот за то, что имя будет носить Красноярский аэропорт, в интернете развернулась нешуточная борьба. По последним данным, разница между теми, кто выбрал Василия Сурикова и Дмитрия Хворостовского, была всего в 593 голоса в пользу последнего. При том, что за каждый из этих двух вариантов высказались почти по 50 тысяч человек. И вот итог. Большинство проголосовавших на сайте решили, что Красноярский аэропорт должен носить имя Дмитрия Хворостовского. Цифры сейчас можно увидеть. Личнее я голосовал за Василия Сурикова. Но окончательные варианты официально мы узнаем 5 декабря. Ведь голосование проходило не только в интернете. Люди могли заполнить анкеты в аэропортах и даже на борту самолета. Так что ждем еще три дня, пока не обработают все бюллетени. И еще одна интрига недели. Этот раз из области спорта. Суббота, 1 декабря, Сибирь, Красноярск. Согласитесь, самое время и место для того, чтобы сыграть в футбол на центральном стадионе. Ну, по крайней мере, судя по календарю и решению российской премьер-лиги, это так. Енисей ждал в гости Ахмат. Наш клуб еще задолго до матча предложил провести игру в теплом и уютном манеже. И даже заручился поддержкой Российского футбольного союза. Но представители клуба Ахмат устроили скандал наотрез, отказавшись играть в арене футбол, мотивируя тем, что манеж не удовлетворяет условиям премьер-лиги, и там пыльно и душно. Ну, а может, пометуя поражение Теннисея в этих стенах в Кубке 0-3. Лига поддержала наших соперников. Так что вместо пыли в манеже футболисты должны были глотать снег на центральном. Отмечу, что болельщикам в этом случае все равно. Они прошли закалку на хоккее с мячом. Так к тому же в этот день вход был бесплатный. С чайком горячим не страшно. Ну, а игру же отменить могли. Мы ждали, держали руку на пульсе. Слава богу, не отменили. И вот мы здесь. За любимую команду можно в любую погоду болеть. Особенно, если хотели даже перенести. Их не перенесли, здесь оставили. Замеры сделали, погода подходящая для всех правил. Почему бы нет, ни приди, ни поболеть. Тем более, не так уж и холодно. Вот мы 25 лет на этих местах сидим. И ничего не может помешать нам посетить вот этот вот матч. И НСЕ сегодня, я думаю, как минимум не проиграет. И мы пришли поддержать наших ребят даже в такую погоду. По регламенту. Если за час до матча температура опустилась бы ниже минус 14, любая из команд могла бы отказаться выходить на поле на абсолютно законных основаниях. Кстати, московский «Спартак» проделал подобное в начале этого года, отказавшись играть в «Морозной Самаре». А в Красноярске все-таки победил футбол. Матч состоялся. За час до игры термометр показал около минус 14 градусов. Команды вышли на поле и сыграли в ничью. Итоговый счет 1-1. Подробности матча вы увидите завтра в программе «Наш спорт» в 19.00. Выключайте телевизор. И продолжает тема погоды. Морозы пришли в Красноярский край примерно на неделю. В ночь на вторник температура упадет до минус 31. Первоначально холодные дни ожидали в конце ноября, но произошел сдвиг на 7 дней. Во вторник в интервью нашей телекомпании о наступающих морозах предупредил главный синоптик гидромедцентра Владимир Еремин. Напомним, что он сказал. Надо сказать, что небольшое смещение произошло. Но тем не менее, то, что я обещал, это произойдет. Первого, второго, третьего, четвертого, пятого, шестого и так далее. Это будут минусовые температуры большие? Да, 30-35. Но надо сказать, что по северу районов уже минус 35. Наших центральных районов по северной части уже давно 35 градусов. Так, те события, которые мы ожидаем, они будут, конечно, везде приносить очень холодную погоду. И юг практически ничем отличаться не будет от центральной части и от северной. А подробный прогноз погоды на завтра вы узнаете сразу по окончании этого выпуска. На этом все. С вами Белген Ермешов. Всего доброго. И увидимся через неделю уже в обновленной студии программы «Итоги». До встречи.